К другим новостям, налогов в России в этом году собрано на триллион рублей больше, чем в прошлом. Для сравнения, эта сумма в два раза превышает бюджет Санкт-Петербурга. Тех, кто уклоняется от уплаты сборов, теперь выявляют умные компьютерные программы. Поэтому обмануть государство стало гораздо сложнее. Об этом сегодня Владимиру Путину рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Репортаж Дмитрия Мельникова. Экономические реалии, такие как снижение цен на нефть, невысокие темпы роста промышленности и падение потребительского спроса, требуют более эффективной работы от фискальных органов. Глава Федеральной налоговой службы докладывает, несмотря на риски в экономике, доходы в казну от собираемых налогов стабильно растут. Как результаты работы за последние? У нас, соответственно, за 8 месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 8,4 трлн рублей, что на 1 трлн рублей больше, чем в соответствующем периоде 2013 года, или рост на 14%. В долгосрочной перспективе существуют определенные риски, связанные с непростой экономической ситуацией, которые мы минимизируем, повышая эффективность налогово-администрирования. Я помню, в первом квартале этого года у вас были определенные тревожные нотки в докладах. Я понимаю, что ситуация в известной степени управляется. Она стабилизировалась, Владимир Владимирович. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе мы с задачами, которые поставлены, и которые, в частности, есть в индикативные соответствующие параметры принятым законам о бюджете, будут исполнены. В целом, отмечает Михаил Мишустин, налогоплательщики стали более ответственными и добросовестными. Так, за первые 6 месяцев года сумма самостоятельно заплаченных налогов повысилась более чем на треть и составила 28 млрд рублей. Автоматизированная система контроля за сбором налогов и риск-анализ освободили налоговиков от проверок добросовестных плательщиков, чтобы сосредоточиться на недобросовестных. Система сама делит компании на три группы риска – низкий, средний и высокий. И с двумя последними плотно работают инспекторы. Одновременно система позволяет следить за так называемыми возмещенцами – фирмами, практикующими возврат НДС зачастую мошенническими способами. Мы ставим перед собой цель сокращения количества случаев заявления мошеннического НДСа и видим, что эта цель достигается. За время применения системы количество таких случаев сократилось примерно в два раза. Всё чаще, говорят федеральные налоговые службы, налогоплательщики предпочитают не доводить дело до суда. Государство даёт им возможность исправиться и оплатить недоимку на всех этапах проведения следствия. Таким образом, нагрузка на суды за последнее время уменьшилась почти в три раза. Проще стала и регистрация в налоговых органах для вновь открывающихся компаний. Большую часть процедур предприниматели могут совершить через интернет. Зафиксированы были целый ряд упрощений этой процедуры. Не надо оплачивать 50% уставного капитала при регистрации компании, сообщить налоговое открытие счёта, идти к нотариусу, чтобы свидетельствовать о удостоверении своей подписи. Совокупно все процедуры, о которых я говорил, дали кумулятивный эффект достаточно стабильных поступлений всех доходов во все уровни бюджета. Благодаря автоматизации всего процесса сумма собираемых налогов будет и дальше расти, уверены в правительстве. Именно поэтому бюджет на следующие два года запланирован без увеличения налоговой нагрузки на граждан и бизнес. Подоходный налог не увеличивается, а налог с продаж, о котором говорили накануне, в ближайшее время введён не будет. Дмитрий Милович.